Позвольте поприветствовать, Герман Николаевич, спасибо большое за приглашение, и мне очень рада я видеть и старых знакомых, и новых знакомых, скажем так, тех людей, которые интересуются вопросами корейских диаспор на бывшей территории Советского Союза. Хочу сказать, что, конечно, мы как бы вроде как немножко обособленно находимся, Сахалинская корейская диаспора, у нее как-то вот другие все время проблемы возникают, чем у проблемы корейцев, хотя сейчас уже, насколько я могу понять, тоже сливаются проблемы, проблемы миграции в Корею, да, и проблемы культурные, проблемы языковые. Можно сказать, что мы как-то вот можем разделить вопросы и решение этих проблем на все диаспоры. У нас очень много чего не охвачено, Герман Николаевич, конечно, меня так представил, что, в общем-то, много чего исследовала, но хочу сказать, что, например, культурная составляющая у нас вообще никем не изучена, хотя вот работая в Краевическом музее, я вижу, какой огромный пласт культурный, бытовой, вот, в общем, здесь есть, лежит и ждет все еще своего исследователя. Что касается вопросов, которые я сегодня хотела бы рассказать, презентации у меня нет, позвольте так, просто рассказать о, конечно, одной из самых, наверное, важных ролей Сахалинской корейской диаспоры, это роль такого моста между, ну, не буду говорить Россией, а не СНГ, наверное, а вот Сахалином и Южной Кореей. Конечно, важность именно вот этой деятельности, она в первую очередь к историческим проблемам сахалинских корейцев относит нас, да, потому что уже на этапе перестройки начали формироваться диаспорные структуры, формироваться они начали не просто так, а по большой причине нелишенных проблем, проблема репатриации, да, проблема разделенных семей, это была очень важная проблема для сахалинских корейцев. И вот эти структуры, формируясь, они, конечно, сразу начали выходить на международный уровень, сразу стали перед правительствами России, перед правительствами Японии, Южной Кореи ставить вопрос о разрешении вот тех вопросов, которые их волновали, и это в итоге привело к, ну, скажем так, укреплению связи. Хотя, стоит сказать, что, конечно, вопросы, которые поднимались, может быть, не всем нравились, кто-то предпочел бы замолчать, в частности, там, японское правительство, которое некоторое время, ну, просто снимало с себя любую ответственность за сахалинских корейцев. И Южно-Корейское правительство, оно, с одной стороны, тоже все время апеллировало к тому вопросу, что, в общем-то, это не их проблемы, это вот преступления японцев против корейцев, да, и Япония должна их решать эти проблемы. Но именно южно-корейские общественные организации, да, и дальше правительство, они все больше внимания уделяли сахалинской корейской диаспоре, ну, поскольку, все-таки, вот, разрешение вот таких проблем, оно имело отношение, конечно же, к претензиям к Японии и со стороны Южной Кореи по поводу колониальной зависимости и, в общем-то, нарушения, да, там, прав и принудительной мобилизации корейцев с корейского полуострова. Вот эти все вопросы, они, как бы, заставляли и правительство стран наших трех, да, и, ну, я имею в виду Южную Корею, Россию и вот Японию, те правительства, которые были вовлечены, скажем так, в проблемы сахалинских корейцев, они с большим вниманием, конечно, относились к сахалинской корейской диаспоре именно в силу исторических проблем. Хотя я не могу сказать, что это вот только апеллирование исторической памяти, да, только каким-то историческим трагедиям, это достаточно продуктивно, да, все-таки мы живем уже в 21 веке, и исторические проблемы, они были, у многих диаспор были свои исторические проблемы, какие-то трагедии, да, и, конечно, я, например, ну, лично не могу сказать, что я поддерживаю вот только вот одно векторное движение наших общественных организаций вот по пути вот таких требований по отношению, там, например, к южнокорейскому правительству, восстановлению справедливости и так далее. Я бы хотела, чтобы, я думаю, что часть наших, ну, не представителей диаспора, а вот сахалинских корейцев, тоже бы, наверное, вовлеченные даже в споры о восстановлении справедливости, о трагических событиях, но, тем не менее, они, наверное, бы тоже хотели просто больше внимания именно в современное, да, скажем, экономическое какое-то присутствие Южной Кореи, разрешение вопросов, вот, например, сейчас возник вопрос о принятии закона по поддержке сахалинских соотечественников, которая была принята в Южной Корее, это, ну, наша диаспора, конечно, посчитала, что это большой прорыв, потому что этого Южная Корея на законодательном уровне не очень принимала такие законы, но, тем не менее, вот, что касается дипломатических движений, то, то, что сахалинские корейцы хотели, чтобы был договор о двойном гражданстве, о возможности им сохранить и российское гражданство, и получить южнокорейское гражданство, этот вопрос не был решен, я не знаю, насколько сейчас идутся переговоры, может быть, все-таки будет сделан какой-то прорыв, и нам хотелось бы, чтобы это распространилось, конечно, только на сахалинских корейцах, но и на всех корейцев, зарубежных соотечественников, но, судя по моим вот практическим как будто, что я вижу, я вижу, что действительно южнокорейское правительство, то, что делает сначала, может быть, первоначально для корейцев Сахалина, или для, все потом распространяется на российских корейцев и дальше уже на всю корейскую русскоязычную диаспору, ну, например, вопрос о визах, да, то есть сначала виза F4, там, только сахалинским корейцам вручались подпозже, они сейчас, по-моему, уже так распространены более-менее широко. Ну, конечно, проблемы исторические, да, они, ну, я считаю, что для диаспоры они немножко вот застилают глаза, да, то есть должны как-то вот более продуктивно в современном мире стараться сделать что-то, что позволило бы диаспоре не просто поднимать вопрос, там, восстановления каких-то справедливостей, но и стать экономическим, может быть, мостом, социальным мостом, да, хотелось бы видеть большую активность, например, в сохранении корейской культуры. А, к сожалению, сохранение корейской культуры, оно находится сейчас в таком состоянии, что без помощи Южной Кореи, да, как исторической родины, без ее активного участия, вот то, что у нас сейчас есть, оно, конечно, там, ну, язык, естественно, какие-то обряды, обычаи, оно будет постепенно затухать, или молодежь уже забывает про вот это все, да, может быть, не испытывает к этому какого-то интереса. Более активные действия в этом направлении, тем более, что они поддержатся все-таки российским правительством и корейскую культуру, и, в общем, русские люди, я бы сказала, ну, по моему опыту, очень интересуются корейской культурой, теми ее, пусть даже пережитками, которые сохранились на Сахалине, и готовы, как бы, изучать этот вопрос. У нас, хочу только сказать, что на нашем востоковедческом факультете, да, там, где кафедра корееведения, и каждый год набирают группу студент изучать корейский язык, ну, это корейская филология, да, то больше все-таки студентов даже русских, чем корейцев этнических. Ну, так немножко сумбурно получилось, да, вот такие вопросы, так вот, скажем так, сейчас обрисовывается ситуация. Южнокорейское правительство прилагает некоторые усилия для того, чтобы, ну, скажем так, сохранять свое присутствие на Сахалине, и корейская диаспора в этом является опорной базой, таким опорным пунктом. Ну, хотелось бы, чтобы это, конечно же, продолжалось, еще даже было расширено уже с требованием современности, скажем так, современными требованиями тех людей, которые этим интересуются. Ну, позвольте закончить. Я, насколько понимаю, Герман Николаевич, я во время уложилась. Да-да, да, спасибо большое. Спасибо.